Всем привет! В третьей части видео о LED-матрице 16 на 16 адресных светодиодов мы будем превращать картинки в 16-ричный код и отображать на матрице. Для преобразования любой картинки в цветовой код я использую программу LCD Image Converter. Скачиваем программу по ссылке в описании, кстати у нее есть интерфейс на русском. Распаковываем и запускаем. В самом начале можно в настройках выбрать русский язык. Далее нажимаем файл, открыть и выбираем изображение. Я заранее скачал несколько картинок для примера. Появляется изображение размером 16 на 16 и в масштабе один к одному. Это очень мелко. Зажимаем клавишу Ctrl и колесиком мыши от себя увеличиваем масштаб до нужного нам размера. В программе есть простой графический редактор, в котором можно подкорректировать картинку. Выбираем карандаш. Левой кнопкой мыши мы добавляем пиксель основного цвета, а правой кнопкой и цвета фона. Переключить цвета можно нажав на кнопку цвет. Наводим указатель мыши на тот цвет, который мы хотим сделать основным и нажимаем левую кнопку мыши. А для задания фонового цвета используем правую кнопку мыши. Если нажать на сам основной или вспомогательный цвет, то откроется окно, где можно выбрать другой цвет. Остальные функции этого редактора нам не очень важны. Все равно готовить картинки мы будем в фотошопе, а данная программа нам нужна, чтобы перевести картинку в массив данных, которые мы загрузим в летматрис. Выбираем пункт настройка, преобразование. Из всей информации на странице нас интересует тип изображения. Выбираем цветное. Теперь нажимаем кнопку открыть предпросмотр. И видим массив данных, где каждый цвет представлен отдельным значением в шестнадцатеричном формате и отделено другого цвета запятой. Для того, чтобы получить привычное представление цвета, как в фотошопе, переходим во вкладку изображения. И выбираем блок данных 24 бита. Открываем окно предпросмотром и видим более привычную для глаза картинку. Три цвета по 255 значений на карте. Все как в фотошопе. Да, это очень растащительно в плане использования памяти, так как каждый пиксель занимает 4 байта. Но пока для простоты будем использовать такой вариант, он нагляднее. В следующем видео я покажу, как хранить данные в памяти намного компактнее. Копируем массив чисел в заранее подготовленный массив нашего скетча. Так как Arduino Uno не может похвастаться большим объемом оперативной памяти. Ее размер всего 2 килобайта. Хранить массивы мы будем во флеш-памяти. То есть памяти предназначенной для хранения кода программ. Ее размер составляет 32 килобайта, что в 16 раз больше, чем оперативной памяти SRAM. Для этого мы добавляем к массиву ключевое слово PROGMEM и обязательно объявляем константы. Так как хранимые таким образом данные можно считать, но нельзя изменить. Добавляем скетч функцию, которая будет считывать значение из PROGMEM в массив светодиодов матрицы. Обратите внимание, что при чтении массива из флеш-памяти мы используем не имя массива, а указатель на его имя. Вернее указатель на адрес в памяти, где хранится конкретный элемент массива. Так как каждый цвет у нас занимает в памяти 4 байта, мы используем функцию pgm-read-dword. При чтении двух байт используем функцию pgm-read-word. При чтении одного байта функция pgm-read-byte. Загружаем скетч в Arduino. Теперь заставим наше сердце биться. Добавляем заранее подготовленную картинку сердца чуть большего размера. На самом деле это тоже сердце, но увеличенное на один пиксель в каждую сторону в фотошопе. Проделываем ту же процедуру, что и с первой картинкой. И копируем код во второй элемент двухмерного массива. Загружаем скетч в Arduino и видим, как наше нарисованное сердце начинает пульсировать. Вращая ручку энкодера по часовой стрелке, мы увеличиваем пульс, то есть число кадров в секунду. А против часовой уменьшаем. Теперь предположим, что мы создали или нашли в интернете готовую анимацию в формате GIF. Например, анимацию огня. К сожалению, программа LCD Image Converter не позволяет разбивать анимированную картинку на кадры. Зато с этим прекрасно справляется фотошоп. Открываем картинку. Каждый кадр уже представлен отдельным слоем. Выбрав окно анимация, можно управлять анимацией. В данном случае нам это не нужно, а нужно сохранить каждый слой как отдельный файл BMP. Наиболее просто это сделать через файл, сценарии, экспортировать слои в файлы. Выбираем папку для сохранения, тип файлов BMP и нажимаем кнопку выполнить. Слои экспортируются в файлы. Далее возвращаемся в LCD Image Converter. Выбираем сразу все четыре созданных файла. Преобразуем каждый в шестнадцатиричный код и копируем в заранее подготовленный новый массив. После загрузки в Arduino первой анимации у нас будет сердце, а при нажатии на кнопку энкодера мы переходим к анимации огня. И так по кругу. Таким образом можно создавать оригинальные композиции со множеством заранее запрограммированных эффектов и переключать их с помощью энкодера. В заключительной части теоретических видео о данной LED-матрице мы будем выводить на экран текст, в том числе в виде бегущей строки. Ссылка на скетч с набором картинок для LED-матрицы и ссылка на программу LCD Image Converter будет в описании к видео. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.